Аплодисменты. Сергей. Здравствуйте. Сейчас будет коленька. Меня зовут. Так, Сережа, еще. Когда нужно переключать слайды прямо? Николай. Зовут меня Сергей Шивалин. Я работаю в агентстве Медиашторм. Расскажу вам все, что модно, полезно и новое в веб-аналитике. Такой на полчаса практически семинарчик. Агентство Медиашторм довольно крупное. У нас основные клиенты – это строительные компании. Где-то одновременно работаем с 60 объектами. Поэтому многие компании очень трепетно относятся к своим данным. И я не смогу там назвать какие-то конкретные. Ладно, пока презентация грузится. Я кое-что даже помню, что надо рассказывать. Вот, отлично. Можем переключать. И еще раз. Собственно, часть первая. Чтобы работать с веб-аналитикой, нужно найти данные. Вам нужно сейчас уметь работать с несколькими объектами, там, компаниями, системами аналитики. Google Analytics – это самый доступный и самый большой бесплатный инструмент, вокруг которого крутится вся основная сейчас веб-аналитика. Яндекс.Метрика. Сейчас она нужна по большей части только для того, чтобы проверять, не врет ли Google Analytics. Визор. И для некоторых рекламных настроек в Яндекс.Директе. В основном, в принципе, она больше уже и не нужна. Потому что очень много есть в Google Analytics, и я вам сейчас расскажу, почему. Дальше. Любому аналитику нужно уметь работать с Excel, и это очень важное знание. Я вот, например, месяца два с трудом мог строить сводные таблицы в Excel, потом прошел курсы, и сейчас я их щелкаю практически как орешки в рамках тестирования каких-то идей. И сейчас такой момент в веб-аналитике, когда вы можете, самые первые, успеть сесть на поезд, особенно заработка денег. И вам нужно сейчас изучать SQL и работу с базами данных, как частный пример Google BigQuery. И желательно с языком программирования Python, потому что он более-менее простой из всех языков программирования, и про него очень много курсов. Вот если вы еще вот эти вот две штучки освоите, вы там на голову выше будете 80% веб-аналитиков в Грунете. Расскажу, зачем это нужно. У меня у товарища рекламное агентство, он два года себе воспитывал и растил начальника веб-аналитики. Она случайно съездила в отпуск, случайно познакомилась с мужиком, влюбилась, уехала в другой город, ушла из его компании. Но в том городе она нашла работу за два дня с зарплатой в несколько раз выше, чем даже она могла рассчитывать в Москве, потому что хорошие веб-аналитики, они нужны. Я предлагаю еще после каждого блока, буду спрашивать у вас, есть ли вопросы, там один-два коротких вопроса. Есть вопросы по блогу? Почему это нужно? Давайте дальше. Следующий момент, то есть все завязано на Google Analytics. Для многих Google Analytics это установил кодыш на сайт, разместил электронную торговлю, настроил цели, в общем-то все. Но Google Analytics сейчас позволяет собирать огромное количество данных, в том числе по рекламным системам, по внешней закупке рекламы. Мне, чтобы скорректировать свой рассказ, помогите, скажите, кто работает в агентствах, поднимите руки из аудитории. А кто работает на стороне клиента, хорошо. А кто, как говорится, самозанятый веб-мастер, таких меньше. Ну, окей, в общем, аудитория примерно поровну. Соответственно, многие, кто покупал любую рекламу, там AdWord, Директ, MyTarget и все остальное, вы сталкиваетесь с тем, что вам в конце периода нужно свести все эти данные вместе. Вы используете Excel. В принципе, сейчас настал тот момент, когда вам уже по большей части Excel не нужен. Здесь плохо видно, но в Google Analytics в разделе ресурс есть такая вкладочка «Импорт данных». Вы, если туда перейдете, дальше давайте, то сможете с помощью импорта данных прокидывать информацию по любым рекламным системам. То, как показы, клики, стоимость за клик, стоимость за показ, порядка там где-то 20-30 метров, если эта система поддерживает. Когда вы нажимаете «Импорт данных», у вас там значительно больше табличек получается, но основное, что вам нужно знать, вот это вот можно снять, в принципе, если хотите, вам нужно забить вот эти вот параметры. Тогда по параметрам «Канал», «Источник», «Стоимость», «Число кликов», «Число показов» из большинства систем Google Analytics будет подгружать данные. Он это может делать в двух случаях. Либо, например, если это AdWords, он, естественно, напрямую делает, когда вы их друг друга знакомите. Если это внешне какая-то рекламная система, то либо через промежуточную базу данных типа Google BigQuery, либо еще там через один сервис, с которым я вас познакомлю. В общем, на этой страничке вы сделали самое сложное, заполнили вот эти вот графы. Если вы подключаете Яндекс.Директ, там нужно поставить, будет в самом низу этой странички, не учитывать НДС, потому что Яндекс.Директ очень любит косячить с НДС. Я объясню попозже, в чем дело. И дальше вы заполнили ту табличку, и вы заходите на сервис, если вы не знаете еще языков программирования, он очень легко запоминается. Называется Ovox. Ovox BI. Вы заходите на сервис Ovox, залогиненным под своим аккаунтом Аналитикса, нажимаете кнопочку «Просто разрешить». Все очень просто. Дальше. Дальше у вас появляется пустое окно, и есть большая кнопка «Создать поток». Дальше. А тут вы выбираете, например, вы подключаете Яндекс.Директ, вот эта вот кнопочка. Вы нажимаете на кнопку Яндекс.Директ. Все очень предельно просто. Будучи опять же залогиненным в Яндекс.Директе, дальше соглашаетесь, если не ошибаюсь, три раза нажимаете «Ок». И Ovox в себя начинает грузить все данные с Яндекс.Директа. И через некоторое время, сначала у вас вот такое вот поле будет пустое, здесь ничего не будет, и в зависимости от тарифа Ovox, четырех часов до суток будет идти первичное обновление. После первичного обновления вы увидите такие зелененькие надписи, все данные загружены. Тут есть момент, когда вы будете заводить Ovox, я просто это не показывал здесь, он у вас спросит про НДС. И вот здесь вот для Яндекс.Директа вы вводите НДС. Если вы на предыдущем шаге с Аналитиксом не поставите уточнение, что не ставите НДС, то у вас на 18% больше будет. И еще один момент в случае с Яндекс.Директом. Яндекс.Директ любит докидывать данные в течение суток. То есть, если вы будете смотреть какие-то срезы по статистике за вчера, у вас могут быть неполные данные либо по кликам, либо Яндекс может пересчитывать НДС. И некоторые другие системы, типа MyTarget, кажется, тоже так же делают. То есть, смотреть можно все, но вот за последние сутки надо учитывать, что могут быть новые данные. Собственно, вот это вот вы все прокинули. То есть, на самом деле, все прокидывание данных из Яндекс.Директа и куча сервисов, еще которых я вам покажу попозже, вот оно, собственно, все. Оно делается буквально за 5 минут. И у вас все данные в Google Аналитиксе. Как я говорил, что Google Аналитикс – это уже там больше, чем просто система, и можно в ней собирать все данные. Например, коллега из Free рассказывал, что их стартапы целую неделю настраивают Аналитикс. С помощью такой системы, как вычитаем вычисляемые показатели в Аналитиксе, можно настроить вычисления практически любого параметра. Ну, например, вы считаете ДДР, доля рекламных расходов, считаете РОИ, считаете какой-нибудь РОС, считаете АПРУ. ЛТВ не пробовал, но, скорее всего, тоже можно. То есть, куча вот этих всех показателей с помощью несложного языка программирования именно Аналитикса, он очень похож на Питон, вы можете здесь настроить. И дальше вы можете это все прокинуть в Google Аналитикс, и все вот эти вот ДДР, РОИ, РОС и АПРУ у вас будет считать Аналитикс на основе предыдущих данных о том, как вы тратите рекламу. В общем-то, вы с помощью Аналитикса и прокидывания данных через ОВЭКС или Google BigQuery можете обогатить данные Аналитикса и иметь все в одном месте. Можно дальше. Собственно, как это выглядит? Если вы проделали все предыдущие шаги, то вы заходите в Google Аналитикс, источники трафика, дальше здесь есть вкладка «Компании» и «Анализ расходов». Вот вы видите, я тут просто удалил источники, что прокидываются по платным каналам, сколько сеансов, сколько было показов по рекламным системам, это получается от рекламных систем, сколько было кликов, какова стоимость, дальше уже идет вычисление цены за клик, доходности и какой возврат рентабельности инвестиций. Здесь вы, сюда вы можете прокинуть абсолютно любые данные от большинства рекламных систем. Вот, в общем, для веб-аналитики, в принципе, очень большой пласт закрывается, вы получаете более точные данные, там, будь то вы контентный проект, в принципе, можно там настраивать аналитику доходности отдельных страниц, например, если вы арбитражите трафик, или работаете там в рекламном агентстве с клиентом, ну, то есть, в принципе, без разницы, настроить можно все, что угодно. И вот частный пример работы сквозной аналитики и учета оффлайн и онлайн конверсий. Если мы проделали все предыдущее, мы научились прокидывать аналитические разные данные о наших расходах, но у нас есть какая-то часть оффлайна, например, это либо звонки, либо размещение наружной рекламы, мы с помощью колл-трекинговых систем можем собирать кучу интересных данных. В частности, здесь идет рассказ о строительном клиенте, у которого есть объект, на котором строятся разные очереди недвижимости, есть звонки, есть наружная реклама, есть телереклама, есть радиореклама. И вот мы с помощью прокидывания вот этого всего добра и с помощью колл-тача делали следующее. На сайте у нас для трафик-компаний используется динамический колл-трекинг, а для, допустим, наружной рекламы мы стали использовать статические колл-трекинги. Мы его разделяли, например, на счетовые программы один номер, на маршрутки другой номер, мы даже, в принципе, посчитали эффективность забора вокруг строительной площадки, оказалось, что забор тоже довольно неплохо работает на продаже. И чем лучше баннер на заборе, тем лучше местные жители готовы покупать этот объект недвижимости. И вот мы настроили колл-трекинг, разбили его на различные составляющие, все рекламные расходы, в том числе расходы на счеты, мы стали прокидывать в аналитикс. Что из этого получилось? То есть почему вообще возникла эта тема? Клиент построил две очереди, их успешно продал, а третья очередь перестала продаваться. У него, грубо говоря, там 300 звонков в месяц, а продаж 10 квартир в месяц. То есть планы горят. Мы стали, провели довольно там большой анализ разносторонний, в том числе анализ конкурентов. И вот чего мы выяснили. Оказалось, что, ну это дело происходило в этом году, оказалось, что в марте этого года один конкурент запустил новый объект, который располагается значительно лучше, чем объект нашего клиента. И маркетинговая активность конкурента стала очень активно влиять на продажи, они стали забирать себе лучший трафик. Вот. Мы провели анализ. То есть вот здесь вот, то, что вы видите в этом блоке, это рекламные каналы, у которых нормальное распределение. То есть идет какой-то поток, и у них уровень и количество конверсий примерно в одном месте. А вот это вот зелененькое, это все рекламные каналы, то, что мы собрали. Как видите, рекламные каналы колбасят. В идеальном состоянии рекламные каналы, с точки зрения эффективности, должны были бы располагаться вот здесь. Но их на протяжении многих месяцев колбасит туда-сюда. Мы выяснили, что это влияние конкурентов. Когда рекламные каналы улетали туда, это конкуренты выключали рекламу. Когда они возвращались сюда, конкуренты включали рекламу. И таким образом мы поняли, что нужно как-то более умно управлять рекламными кампаниями. Дальше. Мы посмотрели взаимодействие между первым взаимодействием и последним. То есть когда люди только познакомились с сайтом, а потом как происходит, когда они уже делают какую-то конверсию. Как пользоваться вот этим отчетом? Здесь вот есть такая циферка изменения относительно последнего взаимодействия. Если эта циферка отрицательная, значит канал может работать на знакомство с сайтом. Ну, мы выяснили, что, допустим, платная реклама работает на знакомство с сайтом. Соответственно, здесь отрицательные значения. Мы решили убедиться, что так действительно верно. Есть еще один отчет ассоциированной конверсии. Мы посмотрели взаимоотношения между каналами. Здесь есть такая не очень заметная для многих, но интересная цифра. Вот если цифра у какого-то канала равна единице, значит этот канал не самостоятельный. Чем больше значения, тем менее самостоятельный канал. То есть он работает только в рамках мультиканальной работы. Чем дальше от единицы в сторону уменьшения, тем более самостоятельный канал на продаже. Но всегда прямой трафик будет иметь низкие значения. У нас, конечно, интересовали рекламные каналы. Оказалось, что рекламные каналы были менее самостоятельные. То есть имеют значение меньше 0,5. Мы выяснили, что рекламные каналы у нас самостоятельные, и мультиканальными всякими атрибуциями нам, в принципе, заниматься не нужно. Нам нужно усиливать отдельные какие-то направления. Это я попытался так визуализировать, что же мы из отчета вот этого со сквозной аналитикой выяснили. Вот здесь, смотрите, вот здесь примерно располагается объект нашего клиента. А вот здесь располагается ближе к Москве объект главного конкурента, у которого там бюджет раз 5 выше, чем у нашего клиента. И когда мы анализировали данные по сквозной аналитике, мы, например, выяснили, что лучше всего счетовые программы, наружная реклама работает в этом регионе, и по этому шоссе. Потому что по этому шоссе лучше заезд сюда. А вот по этому шоссе плохо работает, потому что в основном лучше заезд сюда. Соответственно, мы перераспределили бюджет. Выключили здесь счетовую программу и усилили здесь. Потом мы выяснили, но не смогли для себя объяснить, почему. Почему-то вот из этого региона лучше работает таргетированная реклама. То есть почему-то из города Ногинск и местного региона лучше всего идут продажи. Ну, кто его знает почему, но это вот сквозная аналитика нам показала. Все хотят уехать оттуда. Наверное. Нет, но самое интересное, что сопоставимые объекты там, например, строят Мортон. Там один из крупнейших девелоперов России. И там, в принципе, нормальные объекты. Но почему-то, да, действительно, люди хотят все оттуда уехать. И мы еще, например, выяснили, что в контекстной рекламе самый плохой регион для показа – это вот низ Москвы. Хотя, казалось бы, близко, но вот этот конкурент, по всей видимости, как-то включил геотаргетированную рекламу и за счет больших бюджетов просто перебивал на ставку. И мы, соответственно, уменьшили здесь рекламу, сосредоточились на других областях. Это вот примерно такой частный случай, как работает сквозная аналитика, прокидывание данных в Google Analytics, то есть сбору всего в одном месте. Можно дальше? То есть вы понимаете, что Google Analytics позволяет все собрать в одном месте. Но это не самое сложное. Самое сложное и, наверное, нудное – это составлять отчеты. И вот если сделать совмещение трех инструментов – сам Analytics, Google Docs таблицы и специальный бесплатный аддон Google Analytics, то можно автоматизировать аналитику. То есть вытаскиваем все данные и сразу строим нужные нам таблицы. Более подробно здесь есть вот по этой ссылочке. Можно дальше? Я привел вам кусочек технической части, как выглядит настройка. В первый раз разобраться довольно сложно. Здесь на самом деле отчетом генерится автоматически порядка 20 страниц, еще там 5 страниц графиков. И мы, например, можем прокинуть из Analytics информацию по AdWords, Яндекс.Директу, отдельно по компаниям, там отдельно по страницам очень много настроек. На каждой страничке у нас будет информация за последние 220 дней. У нас будут сессии, клики, а нет, стоимость. Стоимость за продажу, количество продаж и сортировка там месяц-год. Можно дальше? То есть вот этом как бы сложно изначально разобраться, но можно. Как это выглядит? Вот отчет, который строится ежедневно в автоматическом режиме. Здесь есть посещение, расходы, заходы, транзакции. Рои высчитывается, СПО высчитывается. И все это со своей логики автоматически подкрашивается. То есть если вам нужно заняться только действительно аналитикой, то есть подумать, а не тратить время на то, чтобы составить эту таблицу, то вот эта вот связка Google Docs и Google Аналитики для вас подойдет очень идеально. Можно дальше? А еще можно добавить графики. Тоже будут строиться автоматически. Можно дальше? Тут просто еще один пример графиков. Например, эффективность Рои от месяца к месяцу. Обращу внимание, почему я сюда поставил слайдик, на один нюанс из-за того, что, если вы будете это использовать, из-за того, что у нас в некоторых месяцах 30 дней, а в некоторых 31, а иногда бывает и 28, когда происходит пересменок месяцов, то в последний день может возникать вот такой вот кажуть. Здесь бы должно быть 9, а он стал 7. Потом оно самостоятельно все обновляется, но от этого никуда не убежать. То есть пока даже на Западе не удалось найти решение, если вы отсматриваете что-то там по дням или по месяцам. Когда пересменок такой происходит между месяцами, происходит там на один день обычно такой кадр. Дальше. Вот. То есть, в принципе, с помощью Google Аналитикса и прокидывания данных вы облегчили себе задачу по сбору данных. С помощью автоматизации аналитики вы облегчили себе работу по построению таблиц, но, как показывает практика, у директоров, то есть у предыдущей таблицы директора клиентов, например, плов смотрят. Что делать? Помощь идет в визуализации данных и работа с так называемыми биатными системами. Следующая часть презентации я делал в продукте Google Data Studio. Это продукт Google по визуализации данных, но он доступен пока только в Америке. Есть еще две альтернативы. Это Tabletao и Microsoft 5. Tabletao – продукт попроще, но сам по себе лицензия дороже. У Microsoft есть бесплатные варианты работы, но это довольно сложный продукт, которому нужно обучаться. Будьте добры. И вот так, собственно, выглядит визуализация данных, отчет для директора. Мы все прокинули, собрали в таблички, обогатили данными и все выгрузили там условно в любую BI-систему. И эта BI-система построила кучу графиков, по которым вы можете смотреть. Опять же, если товарищ из при остался, он бы мог увидеть, как стартаперы могут очень быстро строить эти графики и показывать во фри, как они хорошо развивают свои стартапы. Можно следующий слайд? То есть делать можно все, что угодно. В чем преимущество, например, таких систем? Вы один раз настроили шаблон, он будет у вас работать постоянно. Здесь этого не видно, но все эти отчеты интерактивные. Вы можете нажать в любое место, у вас перестроятся графики. Вы можете выбрать любой промежуток во времени. Графики там могут располагаться абсолютно любые. То есть, чтобы вам отправить отчет директору, клиенту или еще кому-то, нужно всего лишь взять ссылку и дать человеку ссылку. Дальше он может смотреть все, что вы ему разрешите. Опять же, здесь есть очень тонкие настройки в рамках отчета. Вы для директора можете открыть всю информацию, а для представителя клиента только часть информации. То есть все, что угодно можно делать с помощью этих BI-систем. Можно дальше? Или, например, вот отчет по AdWords, с которым Google Data Studio очень хорошо дружит. Есть куча данных для анализа эффективности. Например, построение тепловых карт. Опять же, логику построения тепловых карт вы сами задаете. Например, здесь идет постройка по вертикали по каждой ячейке. То есть они, допустим, между собой не взаимодействуют. Можно дальше? А вот здесь, например, я тоже был вынужден удалить. Это анализ корзин и заказов. Здесь, например, тепловая карта уже взаимодействует между собой, то есть в зависимости от количества заказов, стоимости за заказ и средней стоимости в корзине, она показывает различные тепловые моменты. То есть какие товары лучше продаются или какие товары приносят больше денег. Опять же, вы можете через аналитик спрокидывать маржинальности, вы можете погружать в ту же Google Data Studio же информацию с маржинальностью. Строить такие тепловые карты, очень быстро анализировать ситуацию дальше. Или, например, если вы там контентный проект делаете и у вас есть различные цели, вот тоже пример тепловой карты, источников трафика и различных конверсий. Да, там можно увидеть, что CPC дает больше всех сессий, лучше всего по целям, самый высокий уровень по целям, по просмотрам, заказам обратного звонка, заявкам на осмотр и так далее. То есть очень быстро и легко вы можете анализировать довольно большие сложенные данные. Дальше. Какие проблемы? Основные проблемы – это страх. Сначала люди думают, что это очень дорого, я не буду это делать. Но когда вы сделаете, когда вы начнете экономить деньги на своем бюджете, я дальше расскажу, страх уходит. Многие боятся слишком сложно. Первые два раза сложно, а потом проще разобраться. Я в начале года разбирался с Microsoft Power BI, наверное, месяца два. Когда появился доступ в Google Data Studio, я разобрался с его работой меньше, чем за неделю. То есть первый раз всегда сложно, потом это идет уже довольно быстро. Страх, что у меня не получится. Все получится. Просто у вас будет такое большое количество возможностей выстроить графики, отчеты и все остальное, что вы, как если хороший аналитик там, или просто увлекаетесь аналитикой, вы просто сойдете с ума. Дальше. И, в принципе, такая как бы краткая выжимка, сколько чего стоит, чтобы вы понимали. Если сделать все три шага, собрать все в Google Analytics, автоматизировать аналитику и купить какую-нибудь биальную систему для визуализации, в среднем затраты, как показывает практика, где-то идут в районе 100-150 тысяч. В регионах, может быть, будет чуть поменьше, потому что там зарплатный фонд чуть меньше. Стоимость изучения Excel. Сейчас хорошие курсы есть от 4 тысяч рублей, там на 2-3 месяца научат вас строить сложнейшие таблицы. Потом настройка аналитики, то есть настройка вот этих вот шаблонов, которые я показывал. Первый раз 2-3 недели. Потом, когда у вас есть готовый шаблон, вы его кастомизируете за час, колд рейтинг, вот для тех целей, которые я показывал на кейсе, в среднем где-то 10 тысяч рублей стоит в месяц. Автоматизация, ну, я сказал, там где-то 1-2 недели, тоже по шаблонам от 1 часа, когда у вас есть готовый шаблон. Например, там есть у нас шаблоны для интернет-магазинов, шаблоны для строителей, шаблоны для трафик-компаний. Все очень быстро меняется. Визуализация, примерно то же самое, то есть это самая тяжелая, наверное, в этом плане часть, потому что из доступных сейчас не бета-продуктов несколько месяцев понадобится на изучение. Довольно дорогие курсы, то есть в среднем от 50 тысяч в месяц начинаются. Экономия времени. В среднем на один проект среднего клиентского уровня два рабочих дня смещается аналитика. Все, я уже заканчиваю. Экономия фонд, это по московским меркам, примерно. Новые доходы, если вы агентству, в среднем где-то получается 15% к бюджету. И средняя оптимизация клиентских бюджетов, в основном, пока это внедрили на строительных клиентах, где-то в районе 31%. В общем-то, все. Если вы захотите получить чуть побольше данных и подборочку материалов, спросите мне визитку, я вам дам и напишу где-нибудь через неделю, пришлю подборку. Вот, на самом деле, ваши аплодисменты. На самом деле, аналитика, это всегда нас очень интересно. Вот мы, например, сейчас ехали на Винополисную конференцию с утра, и я заметил, выезжая из Казани, стоит щит, на котором написано, что продают какие-то ткани, 3-е, 5-е, 10-е, в городе Иваново. Стрелочка прямо 630 километров. Не знаю, на что же они делали ставку и как таргетироваться так, чтобы... Они пока не знают, что можно это все в аналитикс прокинуть и знаете, сколько там за 630 километров щит дает. Ну, на щите-то они написали 630 километров прямо. То есть, это у них было так на песню, да, правда? Понятно. Спасибо большое за это. Аналитика – это за ней будущее, я согласен. Самое, вот, когда я начинаю вот сейчас заниматься аналитикой, самое сложное, это я сейчас расскажу просто, что вы потом скажете, как с этим бороться. Данные есть у всех, да, у всех уже установлены Google аналитики, метрики и так далее. То есть, этот этап уже прошли, да, раньше никто не знал, как считать, мы все научились. И имея, например, около 100 важных характеристик примерно, да, их может больше, может меньше по сайту, там, посещаемость, там, количество, там, возвратов, да, сессий посетителей, да, количество просмотренных страниц и 100 других, да, у нас есть вот целая, скажем так, таблица по титанам. Самое сложное, лично для меня, это рецепты, по которым можно делать выводы. И потом вот этим по сделанным выводам делать некие умозаключения, как вы делали по карте, вы представили одну. А по сайту таких можно делать 200, например. И на основе этих выводов вносить, например, изменения в рекламной кампании, ну, как пример. Ну, то есть, пример может быть, это сам простой, это, там, синтегрироваться с CoolTouch, например, да, и в CoolTouch прям позволяет, там, отключаются неэффективные объявления. Но это сама система уже делает. Тут уже мозг особо включать не надо, она нам помогает. Но как в том случае делать, когда таких систем, которые 200 рецептов, таких систем нету? Как в этом случае? Где, может, их книги какие-то есть? Или есть какой-то сборник ваш? Или это просто надо сесть тупо, там, собрать опыт пятилетней аналитики и сесть и сидеть там по неделе придумывать каждое умозаключение делать? Вот лучше тупо не садиться. Спасибо за вопрос. По-первых, ни одна из систем вас не научит думать и мыслить действительно только на собственном опыте. Потому что, например, в Медиашторме диджитал отдел появился год назад, хотя компании 15 лет, и набирает веб-аналитиков. Хотя я бренд-менеджер, хотя я занимаюсь основным пиаром и придумыванием новых сервисов, у меня большой опыт в аналитике. Я их обучаю, я им объясняю, почему это так, а это по-другому. Максимум, что я могу сделать, это облегчить им за счет новых фич, работу, что они больше думали, меньше возились с аналитикой. Поэтому думать и анализировать – это только опыт и склад ума. В следующий момент, всего 30% сайтов интернет-магазинов имеют аналитику, еще меньше имеют настроенную. Поэтому все, что я вам показал, это не настраивает, я не знаю, там, настраивает процентов 5 от силы, те, которые знают. Поэтому если вы это все настроите, у вас будет больше качественных данных, не просто разрозненных данных, а качественных в одном месте, с которыми вы сможете работать. Если сборник рецепт, где этот магазин, где можно взять, то примерно посмотрев, прочитав один, два, три. Давайте отдельный, длинный вопрос. Давай, да, да, да. Константин, попозже тогда уже решите, Сергей. Быстрый вопрос тоже, начали его затрагивать. По поводу найма аналитиков. Понятно, что готовых нет, такого уровня, тем более, нужно обучать. Скажите, из кого вырастают хорошие аналитики, либо там, кем они работают, либо психотипы, кого искать? Самое интересное, что мы, например, с товарищем, ну, у него свое агентство, я работаю в Медиашторме, пришли к выводу, что если человека взять изначально на контекст и каким-нибудь помощником по контексту, то будет через один-два месяца видно, кто. Он контекстник, то есть трафик-менеджер, или аналитик, или вообще ему лучше с клиентами общаться. То есть какая-то такая хардкорная работа сразу раскрывает человеку. Но мы даем обучение людям, для того, чтобы они обучились со всех сторон. И вот некоторые контекстники становятся аналитиками действительно. Поэтому обучение на практике. Я понял. У нас, к сожалению, закончилось время, я вижу на самом деле большой отклик. Многие люди сейчас поднимали руки, хотели задать им вопрос. Вы, конечно, меня очень сильно извините, но по рекламе у нас все заканчивается. Но вы всегда можете Сергея найти здесь и сейчас и задать ему свои вопросы, на которые вы получили ответы. Огромное спасибо, Сергей.